Привет, дорогие друзья! С вами Дилан Ивандром. Привет, ребята. Парамайтарабадан. И мы на подкасте, на первом подкасте. И хотим поблагодарить вас за 500 подписчиков. Это большая сумма. Очень большая. Мы прекрасно помним те моменты, когда было всего лишь сотня. Когда было 7 человек, 30 человек. Времена арка. Да, Андрей? Да. Это было хорошее время. Но может он скоро и вернется, кстати. Ну посмотрим, как пойдут дела. Да, начнем снимать арк. Как обычно, как это было хорошо и весело. Спасибо вам также за поддержку, за то, что ставите лайки. Пишите приятные комментарии. Мы хотели, кстати, в этом видео ответить на парочку вопросов. Многие люди задают разные интересные вопросы. Некоторые люди, кстати, спрашивали, как поиграть одним против четырех игроков. И Иван Трон сейчас ответит на этот вопрос. Для этого вам нужно 3 тушки. 3 друга. Ну или вообще 3 человека. Ну или, допустим, если вы хотите один против двоих. Вы заходите, просите. Ну, они заходят в вам лобби. Вы начинаете играть. Загружаетесь. И просите своих друзей выйти. И в итоге вы остаетесь один против складов. Да. То есть просто, когда вы находитесь в разминке, просите своих друзей выйти. Они выходят. Вы остаетесь один. Время заканчивается. И вы остаетесь один против четверых. Это, конечно, будет очень больно. Но зато, думаю, будет весело. Вот он. Вы говорите чуть погромче. А то немного у нас тихий. Шептун. Кстати, еще были вопросы. Да. Вы у нас любите тихо говорить. Кстати, еще некоторые люди говорят, что мы пытаемся косить под некоторых ютуберов. Что вы хотите сказать насчет этого Андрея? Вандрон, точнее. Каждый человек ведет себя по-своему. Даже я сам, так же, как и Дима, сижу, пою какое-нибудь видео, но стараюсь не быть, и этого не делаю. Да. А я как бы себе позволяю делать то, что я хочу. Я такой весь наглый. Еще, кстати, некоторые люди... ЧСВ. ЧСВ. Да, да. ЧСВ. Моя ЧСВ-99. Один человек меня спрашивает. Помогите, пожалуйста, властмонцентник можно запустить на 32-битной системе? Кстати, вот этот вопрос не ко мне, я не знаю. Вот, Вандрон, ответьте, пожалуйста. Вообще, вроде можно. Вот даже могу сейчас проверить. Я помню, как только Last Man Standing вышел... Сейчас Ctrl-Alt-Delete. Как только он вышел, он работал на 32-битах. 32-битах. То есть, вот. Даже вот сейчас. Блин, как же. Так, давайте, знаете, как сделаем? Как мы сделаем? Чтобы Дима не палил свой контакт, я кидаю ему в Дискорд скриншот. Давай-ка. Дискорд у меня и тут. Заходи в Дискорд. Вот он, скриншот, ребята. Смотри, лаунч. Если видно будет. Я надеюсь, что будет видно. И Ctrl-Plus-Plus можешь нажимать. Ну, Ctrl-Plus-Plus-Plus. Понял? Вот, мы открываем оригинал в Яндексе, чтобы картинка была побольше. Вот она. И здесь показано. И вот написал, лаунч 32-бит. Лаунч 32-бита, да. Вот, можно увидеть. Сделаю на всякий случай так. Кто-то скажет, может, что, типа, лаунч работает 32-бита, а игра может работать 64-бита. Посмотрите, сейчас запускаем игру. Ну, это немного времени не займет. Поэтому 32-бита просто, ну, будет 64-бита, а игра не работает. Там какой-нибудь GTA, например, то да, тогда не получится. А так, на 32-бита, ну, скалейкило проблем. Вот, бита, это говорит о том, что ваш процессор поддерживает. Процессор поддерживает 64-бита или 32-бита. Ну, как бы, типа, чем меньше бита, ну, то есть 32-бита, это более древнее. 64-бита, это более свежее. Вот, игра запустилась. Делаю еще один скриншот. То есть я даже сделаю скриншот так, чтобы все видели, что я не вру. Такс. Да, я думаю, здесь люди не будут думать, что мы врём. Какой нам смысл врать? Это не такая тема, в которой хочется обманывать. Нам, честно говоря, без разницы, 32. Вот, скриншот, мы его открываем, дорогие друзья, и смотрим доказательства. Вот он, Last Man Standing 32-бита. Разрёрт 40% процессора PC. Вот игра. 42% кстати, да. Удивительно. Ну вот, мы это, кстати, посмотрели. А у тебя тоже 50 где-то процентов, хотя у тебя есть 7. Ну да, было 40 где-то процентов. А вот еще некоторые вопросы есть. Мы продолжаем нашу рубрику ответа на вопросы. Человек спрашивает, ты есть ВК? Я есть ВК, но свой ВК я полить не буду. Извини, по личным причинам не могу. Также еще один человек спрашивает, зачем ты все названия, все называешь... Каждое свое видео палишь в названии, что находится в самом видео. Братан, если человек видит ролик, просто что там как-то вот бегу, что-то там тадам-тадам, ему не интересно. А тут написано, нашел ракетницу, взял топ-1 как-то так-то. Это интересно, это все знают. Всегда надо полить информацию о том, что будет в видео, чтобы человек знал. Если человек, например, ищет вот на ютубе ЛМС-ракетница, и он натыкается на мое видео, потому что оно называется «Нашли ракетницу в ЛМС». А если у меня будет написано просто как бы «бегаем, веселимся», это какая-то хрень, он не найдет мой ролик. Поэтому есть такая проблема. Дилан, вопрос. Какой у тебя левел, и ты скины покупал или за левел? Это человек спрашивает по игре H1Z1. Левел, кстати, я не помню. Вандрон, вы можете напомнить? Не знаю, у тебя около 20-го. Около 20-го, да. Скины мы не покупали. Мы слишком ленивые задницы, чтобы покупать скины. Поэтому нет. К сожалению, мы не покупали. Это нам неинтересно. Еще человек пишет «Я хотел Хайзи, но ЛМС тоже круто». То есть некоторые люди у нас сейчас частенько просят Хайзи. Но у нас такая ситуация сложилась, что мы не хотим играть в Хайзи. Объяснит, почему вандрон? Ну, Хайзи, все понимают, даже люди оставляли такие комментарии, что Хайзи играют или, ну, я перефразирую, или задроты, или читеры. То-бишь, это означает, что в Хайзи, чтобы научиться хорошо играть, нужно привыкнуть, привыкнуть к стрельбе. Да, везде нужно привыкать, но в Хайзи это требует большего количества времени. Потому что в Хайзи не как в Ласс Мэнстейде, не как в Баттлграунде. В основном играют люди, которые уже очень опытные. И ты вышел, допустим, с ним фейс-то-фейс, бороться с ним один на один, или там два на два, и если человек более опытный, он сразу тебе голову даст. То есть в Хайзи там принцип, стреляй только в голову. А чтобы понять баллистику стрельбы, нужно как бы убивать, не только просто ты подстрелял, а вот как. Нужно убить, ты один раз убьешь, второй раз убьешь, третий раз убьешь. Ты будешь все больше и больше понимать. Но так как мы с ним занимаемся Ютубом, у нас нет времени сидеть постоянно и привыкать к Хайзи. Да, пока. В ЛМС у нас тоже куча времени. Уходишь, чтобы снять серию. Очень много. Да, Баттл Рояль это вот Баттл Рояль. Требовательная игра. Как же вам полегче придумать. Потому что не каждый оказывается, получается, интересно. Бывают катки, когда мы тупо в самом начале дохнем. Те же Бридва, как там они, Джасти, Ленд Стоп. Они снимают КС с Баттл Граундсом. Они туда ставят самые красивые моменты, по их мнению. Так они же, они же не зашли такие. О, все, я снял одну катку, выкладываю. Они там десятки. Они сядут десятками. Да, они в день там проигрывают. Десятки часов ушатывают. Сам Шимора. Вот даже, ты скажите, ну вот опять Шимора дручите в видео. Нет, Шимора я не дручу. Нормальный письмо человек, просто у него свои мнения, своя жизнь, и я вообще не умею против него. Многих, кстати, да, нас почему-то любят, конечно, мы косим. Самое главное, что ты Шиму не дручишь. Да, мы не дручим Шима, нормальный человек снимает. Нет, ты неправильно услышал. Шиму не дручишь. А, я понял. Я думаю, ты меньше думал, мы его там трогаем. Нет, пусть занимается и живет себе спокойно. Ты что-то говорил? По поводу. По поводу Хрец его знает, мы продолжаем дальше. Следующий вопрос. Странно, у меня проблемы с твоими видео. Изображения нету, а звук есть. Это я смотрел с андроида. Смотрел с ПК, все работает. Постоянно смотрю с андроида, и такой глюк вижу впервые. Кстати, есть такая проблема, я знаю, как она решает. Ну, рассказывай. Главное, приложение или смотрит он через браузер? Нет, это он смотрит, наверное, кажется, с YouTube-приложения. Это у меня такая же проблема на телефоне, я не могу воспроизвести свои ролики. Я расскажу сейчас способ, как избавиться от этой херни, если у вас какие-то ролики, чем на экране. Это значит, что у вас телефон слишком старый, потому что я заметил, это на старых моделях телефона почему-то некоторые видео начинают не показываться. То есть звук есть, а видео нет. Это от модели, кстати. Это может быть у тебя старый телефон, ему где-то год или два. Тогда это нормально. Я знаю, как это решается проблема. Тебе надо зайти в настройки, найти приложение и удалить все обновления YouTube, установить самую заводскую версию, и только тогда у тебя появится картинка. Я проверял, у меня работает на телефоне. А если на компьютере такая проблема встречается, попробуй зайти в другой браузер. Наверное, ты сейчас смотришь в Яндексе, так как у меня такая же проблема. Через Яндекс.Браузер у меня не показываются мои видео, темный экран. Захожу через Google, все нормально. Так что попробуй через Google, может, поможет. Кто смотрит на ПК. Также у нас есть еще какие-то тут вопросы. Какие-то тут вопросы. Кто-то там пишет. Пишет один человек с на пане, ваншотит. Ваншотит. Я на себя лично проверил. У меня было 100 хп, вышел из забора. Мне дают голову, у меня тело улетает, хрец-найоткуда. И написано, что я погиб. Еще человек спрашивает. Дилан, привет, где ты взял русскую версию LMS? 101xp. Напиши, найдешь, скачаешь, там есть LMS. Поэтому человек пишет. Привет, Дилан. А как начать играть один против склада в меню или где? Мы уже объяснили, рассказали, да? На этот вопрос. Так что, в принципе, смотри. Чуть-чуть там в начале есть такой маленький момент, где мы это рассказывали уже. В принципе, вопросы у нас закончились. Многие еще люди, кстати, пишут, типа, а почему ты со мной не поиграл? Я тебе столько писал, столько ждал. Понимаете, как это объяснить? Людей слишком до хрена. Я тупо не могу поиграть с каждым. Не могу. Был бы режим, там, примерно, 100 человек, я бы всех добавил, мы все сотни поиграли бы. Я не представляю, что бы это за режим был такой сотня человек. Даже меня зовут именно подписчики. Да, можете поиграть, например, с Андреем. Сейчас я вспомню его имя. Я думаю, он будет рад. Берн? Берн? Хотите ли вы КС? Мы придумаем что-то необычное. Не просто кататься. Не просто. Может быть, мы подумали играть один на один. Возможно, в этом ролике мы так и сделаем в этом подкасте. Играть один на один. Ну, то есть, на фоне будет, как мы играем один на один или что-то по типу того. Или там, какие-то карты проходим, банихопа. Ну, что-то такое интересное. Чтобы было интересно смотреть подкаст. И будем отвечать на ваши вопросы. Или можем придумать какую-то рубрику интересную. То есть, вот как придумали маньяк, но мы придумаем что-то поинтереснее. Ну, что-то новое, по крайней мере, да. Что-то свое придумаем. И если хотите, вы отпишите в комментариях. И по поводу арк. Мы хотим все-таки начать снимать арк. Есть два варианта. Я думаю, Дима будет за второй. Сейчас я его озвучу. Первый вариант заключается в том, что сейчас у меня в арке 69-70 уровень. Он может зайти на сервер. И мы сразу начнем томить животных. Сразу рейдит. То есть, уже сразу с эпика начнем. Это он так хочет. Или, или, да, мне так хочется. Просто я хочу больше эпика. Или мы берем, создаем персонажей на хардкор сервере. И начинаем с самого-самого начала. На хардкор сервере. Будем как раньше развиваться. Ну, только на арк будет уходить много времени. Поэтому могут быть ЛНС. Да, какие-то видео, скорее всего, в Last Man Standing. Потому что сейчас он выходит очень часто. Очень, да. Он будет, скорее всего, выходить через день. Ну, как у нас получится. Прикрываться потихонечку. Ну, в том смысле, это в чистоте. В смысле, да, 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 да. В чистоте выпуска видео. А не прикрываться. Да, полностью пока что не надо. Да, у меня, в принципе, пока что не раздражает так сильно. Следующий... Вот сегодня поиграл, я доволен. Угу. Еще, Дарх, мы хотели ответить на вопрос. Некоторые же пишут люди, что ты пытаешься под кого-то косить. Мы не пытаемся косить. Просто люди... У каждого человека, да, есть одинаковые свойства. Да, я знаю, что я отвечал, но мы как бы неправильно это ответили. Я хотел ответить по-своему. У всех людей есть какие-то свойства, которые могут быть похожи. Поэтому может казаться, что мы пытаемся стырить чьи-то фишки. Но мы не пытаемся это сделать. Просто мы такие есть. Принимайте нас такими, какие мы есть. Либо уходите просто. Да, мы не заставляем нас смотреть. Ютуб это... Это не каторга. Это не шахта. Это не работа. Ты зашел... Мне понравился человек. Я подписался. Я поставил лайк. Я его смотрю. Не понравился. Вот честно, я за все свое время использования Ютуба я использую Ютуб уже очень давно. Очень давно. У меня с 2011 где-то начал им пользоваться. Нет, я им пользуюсь уже лет 7. Где-то в 10 лет я начал им пользоваться. Ааа... И... Спалю, мимошник. Ну ладно. Что спалю? Да не, ладно, ничего не спалю. Давай дальше, короче. Это честно. Ааа... И я поставил всего одному видео дизлайк. Вот даже если у меня сильно горит от того, какой человек, даун, я не ставлю. Я не ставлю дизлайк. Даже я смотрел много школьников, которые... Хай-хай, ребята! И начинают всякое говно вести. Такое просто, такую пургу начинают вести. Ну они не всегда хай-хай говорят. Я не ставлю дизлайк. Нет, просто, ну не знаю, мне хочется все время говорить хай-хай. Это моя фраза, ладно. Может, ты так говоришь? Ну да, я люблю. Я поставил всего одному видео, потому что человек допустил такую... Ошибку. Я ему написал, учим отчасти. Вот такую просто. Это знаете, как сказать... Помидоры это ягода. Настолько... Оооо. Настолько... Да, насколько как можно... Не знаю. Путин это президент Африки, Египта. Такой... Вообще, нет, нет, вообще, знаете, как... Путин это президент Англии. Вот. Чтобы сразу... То есть в Англии нет президента. Там есть король. Это короля вытащили. Да, 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 да. А ты скажешь, Путин это президент Англии. То есть такие фактически... Ошибки. Что прям вот неприятно становилось. Но я не обсирал человека. Никогда. Ну, не могу. Любое видео. Любого человека, который мне понравилось, я всегда ставлю лайк. Даже если это человек, который... Ну, то есть я его на него подписан, я сразу зашел. Я только он любит свой видео, я сразу ставлю лайк. Потому что я ценю труд людей. Я знаю, как это делать видео. Он знает, как я делаю видео. Да, я сам даже делал видео, да. Делал монтажи, там. Ну, не для себя. Ну, там, для... Ну, не важно, короче. Да. Были моменты. Давай обсудим теперь одну из интересных тем. Некоторые люди писали, что я украл чужой никнейм. Начнем с самого начала. Я расскажу историю создания данного никнейма. Это было год назад. В 2016 году. Я даже сейчас скажу, какого числа. Сейчас скажу. Так, открою свою старую аватарку. И дата создания ее... 19 июля 2016 года в 1 час ночи. Я помню, я ее ночью делал. У меня через 2 дня этому нику будет год. Реально? А что? Сегодня 17 июля. А ты... А, блин, и я, кстати, не знал. Вот, да. В 1 час ночи. Я помню, я еще ночью это делал. Как раз вот свою аватарку и фон. Так вот, как придумался мой никнейм. Я решил... Думаю, почему не попробовать YouTube заняться? Вообще, я планировал год назад. Поэтому придумал никнейм. Я взял просто начало своего имени Ди. И добавлял всякие разные окончания. Типа Дища, Диман, Дилан, Диган, Дибан. И, короче, всякую хрень. Пока не дошел до Дила. Я помню, еще создавал его 3 часа. Ой, придумал 3 часа. То есть, спустя 3 часа я придумал это имя. И я именно придумал его через I. Почему-то. Я не знаю. Я потом еще многих людей спрашивал, кто английский изучает. Правила чтения. Вообще, читается не по правилу. Ну, так, это исключение слова Дилан. Хотя, в принципе, и Дайлан через I тоже читается как Дилан. Но если читать по правилу чтения, то читается тоже Дайлан. И мой, в принципе, как Дайлан читается. Да, даже можно взять игру Дайнлайт. Там тоже через I, поэтому и читается Дайнлайт. Поэтому и Дилан как бы должен быть по логике Дайлан. Но у меня через I. Я побежал, конечно, на YouTube. Вписываю Дилан. Смотрю, что таких чуваков нет. Радуюсь. Ура. Слава богу. Повезло. Вижу, что всякие чуваки через I есть. Я думаю, ну ладно. А если были какие-то люди через I, но они там снимали какие-то влоги. Я не знаю. Там не было таких, как я. Я даже сейчас спешу. Вот он Дилан. Делаем сортировку по каналам. Вот, к примеру, каналы. Кстати, еще один есть глюк. Я заметил. Нету моего канала. Я не знаю, почему он не хочет YouTube показывать мой канал. Я не знаю. Потому что, может, он твой. Я не знаю. Да, кстати. Может быть, это так. Хотя люди писали. Давай, я посмотрю. Я пока вам покажу. Видите, есть Дилан. То есть, видите, идут чуваки в I. Потом идет Дилан. Ну, у него 2000 подписчиков. Ну, он такой себе. Он там не снимает игры. Вот он. Дилан. 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 Ну, тут такое себе. Я тоже провел. Вот, чувака, вот, Дилан, 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 Дилан. То есть, как бы, через Вай идет все. Вот. Ну, я не обрадовался. Человека нету. Дилан, Дилан. Дилан. Вот, кстати. Вот человек. Человек снимает Антиоррент. У него 293 ролика. 80 тысяч подписчиков. И люди думают, что я украл у него никнейм. Давайте начнем с самого интересника. Зайдем на мой канал. Вы сейчас можете увидеть запись моего экрана. Вот мой канал. Мы заходим, кстати, в категорию о канале. Расскажу тебе, Дима, я тебе расскажу. Тут очень много дайвов. Да, я тебе говорю. А, вот и твой канал. Нашел все-таки? Да. О, раньше не находилось. Я все время друзей спрашивал, они не могли найти. Написано, что у тебя. Подожди, смотри. Что? Где? Смотри. Ты скриншот скинешь, что ли? Да, да, да. Давайте зайдем в Дискод, посмотрим, что же за скриншот он мне кинет. Что за... Что это такое? Ну, показывай. Ютуб, живи. Что? Смотри, видишь, сколько подписчиков? Сколько? Сейчас посмотрим, открыть оригинал. Оригинал, точнее, извиняюсь, заговорился. Сколько подписчиков? 497. Заходишь на канал, 505. Вообще-то, да, 505. А, это глюк, кстати. У меня такой раньше такой же был. 200 видео. Кстати, дорогие друзья, на данный момент вы можете спалить ютуберов, на которых подписан One Drone. Это куплено, шумалом. Спалился. Надо чистить. Их надо чистить. Тебе надо подчищать. 99% ютуберов. Вот я смотрю. Сразу говорю. Игорь Ковтун, Шимора, периодически. Давай продолжим тему, братан. А то мы сейчас уйдем от темы. Ладно, хорошо. Ладно, продолжаем, дорогие друзья. Извиняюсь, мы просто сейчас 9 часов вечера. Немножко хотим спать, поэтому забыл читать. И вот у меня, кстати, описание канала. Уже 10. Ну, почти 10, да. Ладно, пусть будет уже почти 10. Некоторые люди пишут почему-то, что мой канал чисто по ЛМС. Просто мне нравится игра, поэтому я сейчас часто снимаю. Это не значит, что я буду снимать всегда. Я уже уверен, что вот где-то когда новая ПК появится, мы перейдем в Battlegrounds. Придем надолго. И вот написано. Всем привет, меня зовут Дилан. Я снимаю видео по разным играм. Это могут быть хоро, экшены, приключения, стратегии и так далее. Главное, чтобы было весело и интересно. Если ты хочешь провести время с пользой, присоединяйся к нам. С удовольствием подниму тебе настроение. Удачи и приятного просмотра. Тут не написано, что я играю чисто по такие игры, как Battle Royale и все такое. Тут не написано, что я снимаю только ЛМС. Тут написано, что я снимаю видео по разным играм. Когда ЛМС не было, можете зайти. У меня очень много разных проектов. Зайти вот даже в плейлисты. Там много всяких разных игр. И давайте посмотрим на дату создания канала. 28 июня 2016 года. Заходим на канал Дайлона. Вот тут у него 20 тысяч просмотров. Завидую. По-доброму завидую. 11 августа 2016 года. Мой канал был создан намного раньше, понимаете? Намного. 11 августа, а у меня 28 июня. То есть где-то через 2 месяца, ну можно так сказать почти. Ну через месяц то. Ого, чел, за год все 80 тысяч подписчиков сделал. Ну братан, он снимает Антерент, все такое как бы. Есть снимать Антерент, качественный контент. Да, мы кстати можете еще написать, может мы начнем снимать Антерент. Вообще мы хотели, вот мы прям четко настроены снимать Дайнлайт. Да, что-то Дайнлайт у нас бывает и надо желание, если поснимать. Так вот, можете увидеть, дата создания у нас разная. Я создал канал впервые. Но кто-то может сейчас вот сказать, такой знаете, наивный человек сказать, ты поменял никнейм канал. Да, есть такая функция, но я, честно сказать, не менял. Не знаю, как это доказать, но у меня есть другой способ. У меня есть папка с моими фотографиями, нужными мне. О, господи. Так, нет, просто тут... Тут спали, тут были сейчас показаны мои фотографии. Турция, 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 Май. Так, ну короче, я это все скрою. Вот так. Ты немножко спалил, пацан. Да, 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 я короче скрою. Вот это все. Сейчас вы темный экран, наверное, наблюдаете. Вы это не видите. И вот, можно сейчас открыть мою фотографию. Вот она. Сейчас вы увидите. Вот. Вот у меня есть тут фотографии, на которых написано Дилан. Вот они, аватарки, фон моей фотографии. Сейчас, ладно, этот момент я обрежу. Вот вы можете увидеть мои две фотографии, как раз вот, PixArt и PixArt. Вот ему как раз свойство PixArt. Мы открыли, вот она, Дилан. Можете увидеть, по названию все схоже. И написано, создан 11 августа. Я не знаю, почему 11 августа. Я создавал ночь, я прекрасно помню. Вот из меня он 19 июля. То есть я создал намного раньше. Вот я заранее создал уже аватарку и фонд. Сейчас ты скажешь, знаешь, за день. Ты во время того, как он создал аккаунт, ты сразу же его нашел. Вот, я это хотел сейчас сказать, да. Вот, у него канал был создан 11 августа. И как раз он почему-то здесь написано, создан 11 августа. Вы хотите сказать, что человек, когда только что создал канал, я каким-то раком боком нашел его канал. И подумал, а почему бы мне не стырить его никнейм? Это же такая хорошая идея. Человек, если ты так реально думаешь, что тебе надо что-то делать. Я бы тебе дал номер поликлиники, но ты живешь в другом городе. Поэтому я не могу создать тебе номер поликлиники твоего города. Ну, можешь написать свой город. Вот, в комментариях я поищу. Мне не лень. Вот. Если ты реально думаешь, что я вот так вот, 11 августа. Я не знаю, каким просто боком я смог бы найти его канал. В этот же день подумать, почему не стыбзить его никнейм. И в этот же день не то, что стыбзить его никнейм, даже, ну, украсть, своровать, забрать. И взять же в этот день еще и создать аватарку и фон. Это вот, насколько надо быть таким человеком, чтобы до такого додуматься. Вот, интересно. Вот, я, в принципе, доказал вам. А то там уже не верит, не хочет верить. Это его уже проблемы. Тут, в принципе, то же самое. 19 июля, 11 августа. В принципе, эту тему мы обсудили. Кстати, на данный момент сейчас на экране вы можете увидеть мою первую превью, которая была... Ну, подготавливалась к выходу, так как тогда летом выходила игрушка No Man's Sky. И я планировал первым роликом сделать No Man's Sky. Вот. Такая планировалась превьюшечка быть у меня на ролике. No Man's Sky. Первый взгляд. Шерифт, конечно, просто какое-то говно. Самый обычный. Никакой там неизмененный. Просто тупо желтого цвета. Обведенный красным цветом. Обводка на нем стоит. Но, к сожалению, на тот момент No Man's Sky что-то не запускалась. Потом начала запускаться, но оптимизация у нее была просто говно. Потом оказалось, что сама игра говно. Ее все захейтили. И поэтому как-то не задалось. Потом я ждал звуковую карту и ждал ее полгода. И вместо того, чтобы начать летом, я начал где-то после зимы. Когда я выпустил свой первый ролик, кстати, давай-ка посмотрим. Мы заходим в плейлисты. Посмотрите, плейлистов дохрена просто. Imperium Galactic Survival. Crossout. Господи, я даже Майнкрафт когда-то снимал. О, кстати, вот это, помню, была интересная игрушка. Холодная, ой, дикая восьмерка, помнишь? Да, помню. Да, Guts and Glory веселая. Кстати, еще прикольная игрушка была Detectiv Virginia. Вандрона, кстати, она, по-моему, не понравилась. Ты рассказывал, что она тебе понравилась, помнишь? Не помню. Раньше, я помню, ты говорил, она тебе понравилась. Ты такой ждал второй серии еще. Вот, я выпустил свое первое видео. Рейк. По игрушке Рейк. Называется ролик. Рак схватил меня за яйца. Я не знаю, чем я думал, когда создавал название этого ролика. 50 просмотров, 5 лайков. В принципе, нормально. Рейк это хоррес охоты на опасного монстра. Описания тогда не было. Качество видео вообще ужасное, но вы не можете его увидеть. Так как у меня такой же, такой же глюк. Фу, какое качество звука ужасное, ребята. Ставлю дизлайк себе. Ладно, пошутили и все. Мы, в принципе, поговорили. Пообщались. Поблагодарили. Поотвечали на вопросы. Доказали. Такой интересный вопрос. Точнее, вопрос, который уже мучил всех. Почему я вор? Почему я тырю никнейм? И не отвечая на комментарии этих людей, которые спрашивают. Я вам все показал, доказал. Хотите, верьте. Хотите, не верьте. Это уже ваше дело. Иван Дрон, вы что-нибудь еще хотите сказать? Да, по сути, нечего. По сути, в принципе, нам уже нечего говорить. Мы уже заговорились. Мы хотим спать. Мы очень сильно хотим спать. Я хочу, хотел еще спросить. У нас закончился Волкин Дед, и поэтому я сейчас в Волкин Дед перешел на Майнкрафт Стори Мод, но я хочу еще так же перейти на Бондер Лендс. Вот, хотели бы вы увидеть Бондер Лендс? Именно от Тел Тейл. Мне кажется, было бы интересно. Нет. Второй, что ли? Какой Бондер Лендс? Я тебе говорю, от Тел Тейл. Типа вот это, где выбор ответа есть. Вот это все. Вот, потому что он там смешной, я знаю, там юмор вообще. 18+, пошлый, смешной, ржачный. Там всегда так интересно, весело, поэтому хотите. Вернем. Кстати, еще пятница 13-ая, не знаю, хотите вы ее или нет. Пишите в комментариях вообще, какие игры вы хотите увидеть на канале. Мы, в принципе, с Довасем поиграем. Да, постараемся. Только когда ты играешь, писать надо, мы и так это знаем. Ну да. А, GTA мы давно уже не снимаем. Выходил ролик две недели назад, кстати. Да. Очень давно. Вы все смотрите с ними. Да, но если хотите. Можем даже пунктальму вону заблудить. Можем поснимать, так что все будет весело. Большое вам спасибо за 500 подписчиков. Это, в принципе, большая сумма. Кто-то может сказать, что это маленькая сумма, братан. Но попробуй представить эти пять сотен человек у себя дома. Мне интересно просто, они у тебя поместятся вообще или нет. Это какой надо иметь дом, чтобы вместилось 500 человек? Вот интересно. Это надо, я думаю, коттедж даже не хватит. Белый дом. Белый дом. Да, если взять дом президента Америки, то, в принципе, я думаю, места будет достаточно. Там 500 человек поместятся. Ну, с вами был Дилан и... Ван Дрон. Да, мы не прощаемся. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать в комментариях, что вы хотите увидеть. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok